Всем привет! Обещанный обзор нашей квартиры, в которой мы живем. Мы живем в четырехкомнатной квартире, втроем. Сейчас вам все покажу. Не все так прекрасно, да? Звучит классно четырехкомнатная квартира, но сейчас вы, как увидите, количество вещей, коробок. В общем, сейчас вы все увидите. Погнали! В самом конце я вам расскажу, сколько это все стоит. Начнем. Вот мы зашли с вами, и здесь моя комната. У каждого у нас теперь есть своя комната. Это моя комната. Ничего необычного. Кровать, тумбочка. И самое приятное, это вот эта вот гора вещей. Не наших. Это все не наше. По факту наши. Вы, кто смотрит меня постоянно, знают, что у нас всего лишь один чемодан с нашими вещами. И у каждого по рюкзаку. Вот один рюкзак и еще два рюкзака. Все, больше вещей у нас нет. То есть один чемодан и три рюкзака. Все. Все остальное, все, что вы увидите в этой квартире, это вещи других людей. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Красота. Пылесборник. Я так не люблю вот это вот все. Ненавижу просто. Я человек минимализм. Я не люблю вот эти вот все баночки, скляночки. Вот это все типа красивое. Я люблю по минимуму. Ладно. Идем дальше. Там я вам покажу потом все остальное. С моей комнаты мы переходим на кухню. Так, так, так. Вот такая вот у нас кухня. Печка газовая. Холодильник. И все. В принципе, радио. Куча пакетов. Так, эту квартиру мы снимаем только на два месяца. И все. То есть это пока есть квартира наша на первое время. Дальше будем искать что-то другое. Поэтому, ну вот, здесь нас спустили вещи людей. И мы живем среди вещей этих людей. Так как мы на два месяца. Но они сдают эту квартиру. Вот в таком вот виде они ее сдают. Так, еще я, кстати, начала собирать чеки. Я хочу посчитать, сколько я трачу вообще денег на месяц. И потом, вот видите, педренко. Посчитаю и сниму вам видео, расскажу. И вот здесь получится раз вход. И вот вход в залу. Так что пойдем дальше. Буду показывать вам остальные комнаты. Идем в мамыную комнату. Так, так, так. Это коридор. Мы здесь можем повесить только вот здесь вот свои вещи. Этот ящичек у нас весь занят. Просто вот все-все-все занято. Ну, здесь, понятное дело, тоже все занято. Ну, здесь свободно. Все. И здесь занято. Так что идем, буду показывать дальше. А вот опять коробки. Снова коробки. Это люди, вот это у которых мы живем. Почему на два месяца мы можем снимать эту квартиру? Потому что они будут эту квартиру продавать. И вот поэтому мы можем здесь жить только два месяца. И нам нужно искать другую квартиру. Так что на два месяца. Вот они, видите, все позапаковывали в коробки. Будут все вывозить это дело. Ладно, пойдем дальше. Это мамына комната. Кровать. Фотографии людей. Она здесь спит. А потом просыпается и любуется. Ой, ладно. Так, что еще? Стол, стулья, куча, куча коробок с вещами, которые люди должны... Не знаю, что они заберут их, не заберут. Но, в принципе, ладно. Стол, бисер. Видите, все-все заставлено, захламлено. Здесь чего только нет. Так. Просто очень много всего. Книги. Целые горы книг. В шкафах, не знаю. Неинтересно мне даже, что там. Так что, вот такая вот у мамы комната. Идем показывать буду вам дальше. В принципе, комната, ну, такая, достаточно большая. Но вот из-за того, что она сильно захламлена. Так, идем дальше. Показываю вам Артема комнату. Здесь еще хуже. Это все не наши. Это не наши вещи. Это рюкзаки какие-то тоже валяются. Кровать здесь. Так, вот опять-таки книги здесь. Коробки. Шкаф, в который невозможно забраться, потому что, ну, вот просто аж дверка шкафчика. Ее нельзя открыть из-за того, что вот оно все захламлено. Стол. Тут Артемка занимается рукоделием. Вот он сделал такое. Опять-таки фотографии людей. У меня такое чувство, что я просто пришла к кому-то в гости. Ну, вот. Пожить. То есть, знаете, такое ощущение, что я не снимаю эту квартиру, а меня пустили сюда вот так вот немножко там переночевать. Ну, как по мне, так странно сдавать квартиру людям вот со своими вещами. Не знаю, я думала, квартиры сдают всегда полностью пустые. Я просто никогда не снимала квартиру. Мы всегда жили в своей квартире. Мы никогда не жили по съемным. То для меня сейчас это, конечно, такое новое испытание в жизни. Так, что тут еще? Опять-таки книги. Много-много книг. Тетрадки вот здесь. Ну, вообще, не знаю. Просто, знаете, у меня ощущение, что здесь жили люди, которые выехали отсюда там на два месяца, пока мы здесь будем жить, и потом снова сюда заедут. Ну, вот такое чувство, что вот просто не вернутся. Мы у них дома живем. Не знаю, думала, что если реально сдают квартиры, то полностью все-все убирают. И, ну, ты заходишь, и там ложишь свои вещи. А не живешь в вещах чужих людей. Так, ладно. Вот это единственная наша... Наш шкаф. Хотела сказать, наша полочка. Но на самом деле здесь вот, видите, много полочек. У нас даже четыре полочки здесь есть с нашими вещами. И все. А это уже опять не наши вещи. Вот это все, что нам выделили. Четыре полочки в шкафу. Ну, давайте вам покажу. Теперь вот ванная. Так, ванная. Ничего особенного. Просто рукомойник, который не работает. Нам сказали, его нельзя открывать. Но мы не открываем. Краны, которые постоянно текут. Тут ты открываешь, когда воду. Здесь просто фонтан идет. Но да ладно. И самое интересное. Это стиральная машинка. Та-дам-та-дам. Вот мама сейчас поставила стирку стирать. И вот слив у нас ведро. Нужно вот вода налилась. Воду взять и вылить в ванну. И все. Вот так вот и живем. То есть оно несколько раз за стиркой набирается. Надо постоянно выливать и вставить. Вот. Вот такая вот ванная комната. Опять-таки, куча барахла. И это тоже. Вот это вот все. Все. Не наши. Это не наши. Наша только вот моя щетка. Паста. И вот все. Вот. Шампуни. Да, там я уже докупила. А так, то тоже. И вот туалет. Так еще вам покажу. Тоже ничего необычного. А, просто лежит здесь тряпка, потому что постоянно течет вода. Закрываем. И последнее, что вам покажу. Та-дам-та-дам. Это зала. Вот так. Телевизор, который не работает. Мы как будто бы в музее каком-то живем. Видите, камни. На стенах. Вот, 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 вот. Все это. Вот. Картины. Снова книги. Вот снова картины. Вот еще чуть-чуть всего. Вот опять коробки. Да, да, да. Вот. Вот такая вот у нас чудесная и замечательная квартира. Итак. А теперь самое интересное. Сколько же мы платим за вот это вот все? За этот весь музей? В общем, так как мы снимаем это на два месяца, мы в месяц платим всего лишь две тысячи злотых. Но опять-таки всего лишь это я говорю так, потому что я видела остальные цены, которые есть на сайте. На самом деле две тысячи это дорого для такого, ну. Но ладно, пока мы живем, будем искать что-то другое. А пока мы что есть, то есть. У нас есть два месяца на поиске нового жилья. Но то, что я смотрю, такие цены, что даже не знаю, конечно, что я найду. Ладно. Вот такой был обзор нашей квартиры. Пока-пока.